Рада вас приветствовать на нашем очередном вебинаре 30 дуа из Корана. Напомню, эти дуа являются важными в применении в нашей жизни в соответствии с нашими пожеланиями и положениями, ведь это дуа, такие важные являются в нашей жизни, и эти дуа являются не только важными в те времена, которыми пользовались наши любимые пророки и праведники, и это являются и такими дуа, которые могут использоваться и в нашей жизни в соответствии с какими-то событиями или просто использоваться в общем дуа, чтобы мы этого избежали. Эти аяты, части Корана, мы их рассматриваем с разных сторон и со стороны толкований тоже, перевода, что же означают эти слова, именно какими путями мы пришли к этому выводу и какие события и истории связаны с каким-либо из дуа. Из всех дуа мы увидели, что они все разнообразные. Ни один дуа не похож на другой, и именно употребление этого дуа вышло по причине какого-то события или истории. Сколько историй пророков мы с вами прошли, и какие другие истории были про праведных людей в этой жизни. Аль-Хамду лиллях, Рабля, Амин. Я надеюсь, что вы все их заучили. За каждый урок у нас один дуа был, и из тридцати дуа незаметно мужа на двадцать третьем из них. Это дуа о прошении милости Аллаха. Наподобие у нас был дуа. Эта дуа чем-то похожа именно в словах, то, что Аллах милосердный. Ар-Рахим. И двадцать первый дуа по счёту был тоже чем-то похож на это дуа. Там было, ведь ты милосердный из милосердных, а тут у нас идёт, что ты наилучший из милосердных. Само спрашивание этого дуа немножко отличается от того события, после которого мы употребляли тот дуа. Но здесь говорится то, что что? Господи, мы уверовали. Прости же нас и помилуй, ибо ты наилучший из милосердных. Это из суры Му'минин, верующий, из 23 суры 109 аята. Аль-Хамду лилля. Сегодня у нас номер дуа и номер суры совпадает. По переводу Эльмира Кулиева сказано, что воистину некоторые из моих рабов говорили, это мы видели только что, что вначале идёт ещё аят, не с дуа начинается, а именно из этих слов. Господи, мы уверовали. Прости же нас и помилуй, ибо ты наилучший из милосердных. Ибн Касир, толкуя эти аяты, говорит, что не возвращается к этому вопросу, потому что у меня для вас не будет ответа. Аль-Ауфи передаёт, что Ибн Аббас, ради Аллахан, сказал по поводу слов Аллаха, оставайтесь в ней презренными и не говорите со мной. Милостивый скажет эти слова, когда их речи прекратятся. Ибн Абхат им передаёт, что Абдуллах ибн Амр сказал, обитатели ада будут звать Малика 40 лет. Он не будет отвечать им. То есть у нас есть разные ангелы, мы верим во всех ангелов, у ангелов от двух и более крыльев, они летают и записывают нам какие-то моменты. Например, ангелы, которые сидят справа и слева, записывают наши грехи или награду. Ангелы, которые спереди, сзади каким-то образом оберегают от того, чтобы мы не упали или что-то ещё. Также есть ангелы, которые управляют ветрами, снегом и так далее. Есть ангелы, которые делают какую-то функцию, и некоторые из них упомянуты по именам, а некоторые нет. У нас есть ангелы, например, ангел, который будет дувать в рог именно перед концом света. Также есть ангел, передающий аяты из Хорана. Ну и есть ангел, который будет сторожем в аду. Его зовут Малик. Малик, он очень серьёзный ангел. Несмотря на то, что он ангел, он не улыбается, и он очень строгий, выполняет таким образом все повеления Аллаха. И как мы уже видим, что обитатели ада будут звать Малика, ангела, 40 лет, а он не будет им отвечать. Потом он ответит им, и он что скажет им, обитателям ада? Скажет, вы останетесь здесь. Клянусь Аллахом, их стоны и крики не будут ничего значить для Малика и даже для Господа Малика, то есть для Аллаха, Субхануа Тааля. Затем они будут звать Аллаха со словами «Господи, обладело нами наше несчастье, и мы оказались народом заблудшим». «Господи, изведи нас из неё, и если мы повторим, то тогда мы несправедливы». То есть в этой же суре, в этой же 23 суре Му-Мин-Ун, чуть-чуть ранее, в 106-107 аятах, люди говорят о том, чтобы Аллах вывел их из ада, что они были несправедливы самому к себе. Но в этом случае ни Малик, ни Ангел, сторож Ада, ни сам Аллах Субхануа Тааля не ответят им, и они будут проигнорены на их сообщении. Затем Малик будет хранить в молчании время, сравнимое с двумя сроками продолжительности этого мира. То есть вот в этом мире сколько длится жизнь, он будет хранить молчание на такое время, сравнимое с двумя сроками продолжительности этого мира. А затем он ответит им, и что он скажет? Он скажет, «Оставайтесь в ней презренными и не говорите со мной». Но это неспроста. Почему таким образом будут наказаны те люди, которые никогда не выйдут из ада? Мы же говорили, что у нас несколько категорий людей, которые войдут в ад. Есть категория людей, которые войдут в ад, самый низший степень ада, это мушрики. Ой, да, и мушрики. Ну и самое дно — это мунафики, да, лицемеры. Лицемеры, то есть которые притворяются мусульманами, ведут себя как мусульмане, среди мусульман совершают намаз и говорят какие-то богоугодные слова, употребляют исламские слова. Но в то время, когда они находятся наедине, когда видит их только Аллах, субханаталя, но они не понимают этого и думают, что они обманывают Аллаха, они не поклоняются Аллаху, они не совершают намаз. Возможно, они каким-то образом предают мусульман. Даже если не предают, они имеют любви и привязанности к Аллаху и богобоязненности. А делают лишь для показухи. Они суть самые обитатели ада в самых низших степеней. Также мушрики, то есть те, которые делают ширк Аллаху, те, которые предаются товарищам Аллаху, поклоняются ещё кому-то помимо Аллаха. Несмотря на то, что мы на прошлых уроках проходили, как Аллах субханаталя указал на себя, и каким образом он дать знать нам, что он один, чтобы мы ему одному поклонялись, не спасал 24 тысячи пророков в эту жизнь, разные народы. Ну и самый последний пророк Мухаммад саллилаллаху в салям пришёл для всей умы, для всего народа. В любом случае находятся какие-то люди, которые помимо Аллаха поклоняются кому-то ещё. Огромное количество тех богов, кому они могут поклоняться и верить, это от одушевлённых до неодушевлённых. Ну и есть ещё просто кяфиры, неверующие, которые просто отрицают, что есть Аллах. Они говорят, ну Аллаха нету, где он? Я не вижу материалисты к какой-то степени. кто видел ад кто видел ад или рай то есть не до конца понимают своё сотворение каким образом каким чудом из капли воды они стали людьми или будучи ребёнком стали ходить и разговаривать и говорить такие умные вещи несмотря ни на что что Аллах даровал такую способность они этого не признают ну и мы знаем что обитателями ада могут быть и грешники мусульмане как бы тяжело это казалось бы представлять есть мусульмане которые верят в Аллаха верят в его единство верят то что Мухаммад саллиллаху салям последний пророк но не более этого возможно они говорят да ля илляха илляллах Мухаммаду Расулюллах да они верят и никогда ширк не делают они не говорят что есть какой-то бог ещё кому-то верят нет верят только в одного Аллаха но не совершают намаз возможно да либо совершают намаз но не постятся либо постятся но не совершают намаз либо намаз совершают но не покрываются либо не делают какие-то обязательные приказы которыми нас Аллах обязал то есть делают какие-то запретные вещи которые приводят к большим грехам которые Аллах не простил в этой жизни то есть это те люди которые не успели попросить прощения умерли в таком положении и покинули этот мир субханаллах мы не будем сейчас перечислять все грехи которые могут быть в этой жизни как большие грехи но Аллах субханаллах выведет из ада именно этих людей которые веровали в одного Аллаха никогда в жизни не делали ширк то есть не ставили за товарища Аллаху у них в сердце был иман вера но они как бы следуя своему навсу своим заблудшим воззрением немножко давали послабление в этой жизни Аллах выведет после того как тысячами тысячами лет люди прогорят в аду возьмут свое соответствующее наказание выведет все-таки в рай и в первую степень рая мы говорили что все те мусульмане которые грешники войдут в первую степень рая в котором обитание дом и вообще вот это полностью дворец так сказать дом этого обитателя этого человека будет 10 раз больше чем короля в этой жизни король который в этой жизни живет король или королева мы знаем каким образом живут короли Саудовской Аравии или Арабских Эмиратов или Англии или еще каких-то больших городов или миллиардеров миллионеры что имеют как они могут позволять делать то или иное дело в этой жизни или какое-то удовольствие у обитателей рая первой степени будут еще больше и больше и больше не в 2 не в 3 не в 4 не в 5 а в 10 раз больше а что же тогда о том думать какое же будет обитание и дворцы у тех у кого больше степени в раю во 2 в 3 в 4 и так до 100 степени у нас мы знаем есть 100 степеней рая это именно в соответствии с тем насколько мусульманин продерживается этой религией мы же видим что мусульмане по разному придерживаются и мы не можем сказать а почему тот мусульманин делает а этот не делает разно же идут сравнения а вот у одного мусульманина больше благодеяний чем у другого у одного больше чтения Корана чем у другого у одного больше намазов простаивания чем у другого другой мусульманин больше себя воспитывает и воздерживается от плохих слов и так далее у него нрав лучше, чем у другого, то есть по-разному. И поэтому Аллах Суханаталя сделал 100 степеней в соответствии с нашими благодеяниями, иманом, нашими степенями в продерживании религии. Но мы наблюдаем за теми историями, которые не могут проситься. Например, сейчас насколько издеваются над мусульманами. Да, это как раз такие люди, которые презренные, которые не заслуживают никакой отсрочки, никакого вывода из ада. Издеваются над мусульманами. Если сейчас затрагивать эту тему, то просто у каждой будет сердце болеть. И я знаю, что каждый мусульманин и каждая мусульманка каждый день переживает за детей, за народ Палестины, Газы и других стран, которые также подвергаются пыткам и издевательствам. Неужели вот эти люди, которые издеваются и делают лольм несправедливость, не попадут в ад? И неужели Аллах их захочет вывести? Или неужели кто-то из нас захочет вывести? Даже мы сейчас, находясь в этой жизни, хотели бы, что они вечно, вечно где-то горели бы, вечно где-то наказывались бы, никогда туда не выводились бы за все эти мерзкие поступки, отвратительные поступки, которые они сейчас делают. Они бесчинствуют в этой жизни. И вот для таких людей, возможно, есть и другие люди, которых мы не видим, по новостям нам не всё рассказывают. Аллах сфанатали сам видит, насколько презренный этот человек, насколько он не любит Аллаха, насколько он ослушивается Аллаха, насколько он ненавидит Аллаха, насколько он не подчиняется приказам Аллаха. Настолько человек может не подчиняться Аллаху, прям даже прилюдно некоторые делают это отрицание и непоклонение Аллаху. Ещё хуже, не просто не поклоняются Аллаху, а издеваются над мусульманами, делают всё, что угодно, чтобы мусульмане страдали. Аллах сфанатали это видит, Аллах сфанаталя, иншаллах, накажет вечным адом. И вот, как мы видим, Малик, он не станет разговаривать с ними, но когда он заговорит, он скажет, оставайтесь в ней презренными и не говорите со мной. И всё. Он не даст ни малейшего какого-то даже повода или какой-то секунды надежды, что они оттуда выйдут и что вот это наказание прекратится. И, клянусь Аллахом, потом у них уже не останется слов, кроме рёва и стонов, подобных рёву ослов. Вначале рёв, а потом стон. Затем Аллах напомнит им их грехи при жизни, как они издевались над его верующими рабами и сторонниками. «Ведь говорила одна часть моих рабов, Господи, мы уверовали, прости же нам и помилуй, ты ведь лучший из милующих, ты ведь наилучший из милосердных». Да, Аллах субханаталя, наилучший из милосердных, да, он принимающий мольбу. Нам нужно в этой жизни успеть уверовать в Аллаха. подчиниться Ему, поклониться Ему, успеть сделать судьют, земной поклон, представить большой космос, что Он над нами наблюдает. А мы какой-то муравей, который идёт в этой жизни, чем-то занимается тем, что Аллах нам даровал. «Альхамдулиляхи раблялямин». Аллах такой могущественный, нам столько блага даёт. Мы должны благодарить Его за все и все те блага, которыми Он нас наделил. И этот аят 109 начинается. «Иннагу» поистине «Кяна фарикум» «Фарикум» То есть одна часть. «Мин из айбари» моих рабов «Якулюна» «Говорили». То есть они говорили, и здесь начинается дуа. «Раббана» «Раббана» «Аманна» «Фагуфир лена» «Аллахуфир лена» «Аллахума Амин». О, Аллах, прости всех мусульман из тех, кто жив, из тех, кто уже вернулись к Аллаху, из числа женщин и мужчин. «Аллахума Амин». «Баракаллаху фикунна». «Субханаке Аллахумма» «Вабихамдик». «Ашхаду Алла-Иллаха Илляант». «Астахум фирука» «Ва атуба Илляик». «Ассаламу Алейкунна» «Ва рахматуллахи» «Ва баракатуха». Дорогие сёстры. «Алейкум салам». «Жазак Аллаху Хайра» «Мастазы». «Очень интересная была». «Ашаллахуа». «Жазак Аллаху Хайра» «Дорогие сёстры».